Виноваты, но и мы не виноваты. Значит, надо как-то ситуацию начать спокойненько исправлять. То есть, четко рисовать тот коридорчик, в котором можно с нами общаться, и в котором наше общение будет идеально оптимальным для обеих сторон. Мир, дружба, жвачка. Любая попытка выйти за стенки коридорчика, да, карается жестко, неотвратимо, со степенью тяжести соответствующую проступку. Да, вот, собственно, примерные правила игры. Но, напомню, их надо устанавливать и для себя. Вот. Ну, еще один пример, как часто захватывают ситуацию. Опять проведем разбор ситуации. Допустим, вы столкнулись с такой ситуацией. Ну, допустим, я говорю, Юлия, вы знаете, у меня давно болят зубы. Да, мне врач посоветовал привести это в порядок. В принципе, мне знакомые нашли врача. Да, но, к сожалению, он, как очень хороший специалист, постоянно занят. Вот он мне назначил, он может меня принять только в рабочее время. Скажите, пожалуйста, можно ли в пятницу, чтобы я ушел с работы в 15 часов, но, видимо, я уже больше не приду, у меня зубной врач, потому что вот такая ситуация. Допустим, Юлия говорит, да, Александр, хорошо. Ну, зубные врачи, Александр так ни в чем особо криминальным не замечен. А если замечен, надо будет справлять, тогда это не повод человека не пускать к зубному врачу. В общем-то, да, согласитесь. Ну, зубы есть зубы, врач есть врач. Но, возможно, что, как бы, получив такое разрешение, Александр потом заглядывает к Юлию и говорит, Юлия, у меня в эту среду в 14 зубной врач, ну, вы знаете, да, так что я у врача, да? Ага, спасибо. Да, ну, я говорю, как пример, да? Я же не говорю, что у вас это не сработает. Да, то есть человек уже что сделал? Захватил себе чуть больше пространства, да? Вот, возможно, что через неделю я крикну, Юлия, я к врачу, да? И побегу. Потом, возможно, Юлия придет, скажет, а где Александр? Потом Юля позвонит, Александр не берет трубку, потом Юля звонит, говорит, Александр, вы где? Так я же врача, я же вот зубы, вы вспомните, я там продолжаю лечить, да? То есть, называется, человек захватил пространство, в общем-то, много. Как следовало поступить в первом случае? Вот можно было просто отпустить, да? И человек, возможно, решил что-то. Ну, что, теперь он имеет полное законное право вообще самостоятельно ходить в рабочее время к врачу, более того, не ставить известность или там ставить в такой недопустимой форме. А что следовало сделать? Ну, у нас пришли заявку по разрешению отсутствия в такое-то время с обязанностью от работы, и все это будет в кадре. Регламент. Ну, а если мы все-таки вернемся к личному общению, то как следовало поступить? Если к личному, да, ты сейчас идешь, в следующий раз старайся назначать только на рабочих. Ну, можно и так. С другой стороны, человек может сказать, что это не от меня зависит, да? Но, по крайней мере, во-первых, возможно... Вперед, то со своей счетой лечится, то есть, хоть всю неделю. Ну, спешите. То есть, взять вам память, всем людям не должен болеть, если мы все начнем лечиться, то никак. Объясняю, что я вам рад. А зачем мне объяснять ему, что в компании? Нет, на самом деле проще, да, не надо торопиться выдавать решения, да, так сразу. Можно действительно вот эта идея с отработкой сказать, да, конечно, хорошо, а в какой день ты собираешься отработать это время? Ну, то есть, человек вдруг понимает, опаньки, да, то есть, его отпускают, но никто не собирается это время, да? И далее можно спросить, ну, человек может сказать, я об этом не думал, сказать, ну, тогда подумай. То есть, когда? Второй момент, можно опять спросить, а давай тогда, ты предполагаешь, что это одноразовая операция или это надолго? Ну, я пока не знаю. Хорошо, тогда, значит, давай так, мы с тобой договоримся о следующем. Это время ты отрабатываешь когда? Тогда-то, да? Значит, и тогда, видимо, ты узнаешь диагностику свою. И сразу, значит, после этого, ко мне, пожалуйста, в понедельник утром, да, мы с тобой, ты мне расскажешь, сколько тебе курсов лечения надо пройти. И мы с тобой подумаем, как ты это будешь отрабатывать, в какой форме, да? То есть, мы сразу показываем, что это не бесплатно, да, и сразу берем обратную связь, чтобы эта починка зубов действительно уже не превратилась как в узаконенную форму сочкования по любому поводу. И даже если мы там не считаем, что его нужно поставить на отработку, да, к примеру, не считаем, ну, бывает, что человек приносит какие-то прибыли, когда проще ему дать бонус, чем, например, просто формально его загонять два часа сидеть на работе, да, не со всеми людьми, кстати. Это зависит от того, кто это поставил, да, если это проект департамента, у которого все работают как часы по производству, он имеет право... Кстати, если это департамент продаж, то я бы тоже не советовал его загонять на два часа после работы, потому что, во-первых, это, во-вторых, скорее всего, ну, ни к чему, там, специалисты продажи в такую форму загонят. К лерке другое дело, да, там, значит, четко нужно, причем не просто, чтобы он остался после работы, а еще и проверить объем работ, который он должен сделать, потому что иначе человек может два часа, там, гонять в интернете или, там, не знаю, вязать что-нибудь, крестиком вышивать, да, нам цель не посадить его на цепь, а чтобы он что-то сделал, да, так вот. С продажниками как раз я бы не советовал загонять его после работы, большого смысла нет. Но тогда, по крайней мере, ваша задача сделать так, чтобы он почувствовал, что это стоит денег, да, что эта ситуация под контролем, и что, например, следующее, что мы, например, наверное, должны уточнить, что не отразится ли это на его работе, да. Значит, мы должны тогда его, вызвав к себе, уточнить, какие работы он проводит, не нарушатся ли сроки, когда он собирается это, когда он собирается это закончить, то есть мы должны проверить, спасибо, то есть мы должны проверить, не отразится ли это на его работе, потому что если мы это не проверим, то что он может решить? Потом мы спросим, а где, там, вот этот результат, он скажет, так вот, ты же меня к зубному-то отпустили, да, значит, нам нужно четко обозначить все моменты, да, чтобы он понял, что. И кроме того, что нам важно, мы его вроде бы не запрещаем, но с другой стороны, он должен понимать, что это платно. Платно это означает, что это с него не снимает объема работ, для продажников, кстати, да. Платно это означает для клерка, что он должен работать с конкретной работой. Платно это означает, что руководитель поспрашивал, а что это за врач, да, а как он на то самое, точно у него нет другого времени, да, потому что тебе придется как-то это отработать, поэтому, насколько тебе это удобно, да. И очень может быть, что тогда окажется, что есть варианты. Ну, да, то есть, на самом деле, знаете, всегда вопрос, кому прогнуться, да, и сотрудник может захотеть, чтобы прогибалась компания, но когда он увидит, что компания прогибается, и ему придется прогибаться, то возможно, что он поищет другие возможности, да, и окажется не все так непреодолимо, может быть, окажется, что он просто решил так ему удобнее. А наша задача показать, что если так, как ты все говоришь, то намного удобнее тебе не будет, да, то есть, ну как, то есть, скажем, утяжелить это решение, да, чтобы он увидел, что все остается как раньше, и тогда, возможно, он подумает, действительно ли этот врач такой хороший, может быть, надо найти другого, может быть, например, попросить врача все-таки, ну, понимаете, по-разному человек может поступать, потому что он себе ищет пространство, сейчас он его нашел в компании. Наша задача уплотнить пространство компании так, чтобы человек, как минимум, не принес убытка, да, а как максимум все-таки задумался, может быть, лучше туда что-то уплотнить, да, в то место, а не в компании. И вот эта сама практика, она в итоге позволяет действительно сделать так, чтобы люди, получив поблажку, да, извините за термин, не борзели, да, а понимали, что эта поблажка, это скорее исключение, чем правило, и, в общем, она чего-то стоит. Поэтому в следующий раз думай, искать ли себе поблажку, или проще, там, как-то решить этот вопрос другим способом. Ну, вот как пример такой, что ли, займемся такой темой, как технологии лидерства. Прочитайте стратагему под рисунком. Стратагема называется «Управляй из любой точки». Кого можно назвать человеком, имеющим путь? Человек, который имеет цель, знает способы его достижения, понимает инструменты, понимает их ограничения, понимает ответственность за их применение. Такой человек имеет путь. Вот почему мы периодически повторяем, что имеющий путь всегда прав. Человек, знающий, к чему стремиться, чем он готов за это заплатить, бесплатно.